МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доклад поручено предоставить до 1 ноября. Поручение предполагает пересмотр обязательств регионов перед федеральным бюджетом по всем соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов, которые были заключены ранее. После реструктуризации всем регионам будет необходимо ежегодно вносить платежи в течение 7 лет к погашению накопленной задолженности. В 2018-2019 годах платеж будет составлять 5% от накопленных на 1 января 2018 года долгов. В 2020 году он составит 10%, а в 2021-2024 годах – 20%. При этом для регионов, которые в 2018-2019 годах обеспечат темпы прироста налоговых и неналоговых доходов своего бюджета не ниже темпов инфляции, будет проведена дальнейшая реструктуризация накопленной задолженности с установлением ежегодного платежа. На повестке дня – вопросы севера, Сибири и Дальнего Востока. В Госдуме состоялось первое заседание экспертного совета по Арктике. Участие в нем приняли депутаты Госдумы от арктических регионов, в том числе и депутат от Нинецкого округа Сергей Коткин. Идея создания экспертной площадки по проблемам арктических регионов была высказана весной этого года на международном форуме в Архангельске «Арктика. Территория диалога». По словам Сергея Коткина, основной задачей нового совещательного органа является анализ и экспертная оценка существующего законодательства по Арктике и подготовка предложений по его совершенствованию. Он также сказал, что решения экспертного совета будут носить рекомендательный характер. По итогам заседания участники предложили рекомендации, которые позволят выработать методологические подходы для формирования концепции новой стратегии развития районов Крайнего Севера. Об этом депутат Госдумы рассказал нашему телеканалу в интервью по телефону из Москвы. Те проблемы, которые были озвучены, они очень пересекаются и волнуют жителей Ненецко-автономного округа, безусловно. Были подняты самые такие кричащие проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Прежде всего, это заработные платы по северам, это льготы северян, это минимальный размер оплаты труда, переселение в район с благоприятным климатом, здравоохранение, образование, культура, малый, средний бизнес, крупный бизнес, электроэнергия. Вопросов очень много с точки зрения и безопасности, и развития Арктики. От Ненецко-автономного округа мы сейчас посоветуемся с исполнительной законодательной властью, мы дадим предложение в экспертный совет. Те вопросы, которые нам непосредственно на территории нужно решать, их на самом деле очень много, прежде всего те, которые я обозначил. Только по заработной плате, если в 2003 году в 1,6 раз зарплата превышала на северах по отношению к средней полосе, то сейчас это уже в 1,3 раза. А в Санкт-Петербурге, в Москве, я думаю, что вообще уже сравнилось. Поэтому здесь вопросов очень много. Я повторюсь, что у нас создана при нашем комитете рабочая группа по законодательству, по арктическому законодательству нужно все проанализировать. И я думаю, что нам очень быстрыми темпами нужно решать вопросы, связанные с Арктикой, иначе мы останемся на обочине мировой истории. Пассажирская речная навигация на реке Печора будет прекращена 13 октября. Начиная с пятницы, администрация Печора «Вот Путь» завершит работы по содержанию и обслуживанию средств навигационного оборудования на участке внутренних водных путей Печорского бассейна в Уктыл-Нринмар. И движение пассажирских судов по реке будет запрещено. А в этом сезоне перевозка между окружным центром и 11 окружными селами была организована пассажирскими моторными катерами. По состоянию на 1 октября суда Северной транспортной компании выполнили 568 рейсов и перевезли более 4000 пассажиров. В целях возмещения недополученных доходов от продажи билетов Северной транспортной компании предоставляется субсидия и средств окружного бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 10 миллионов рублей. Как сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Нинецкому округу, в период навигации на внутренних водоемах округа зарегистрировано 275 нарушений. В их числе нарушения правил плавания и эксплуатации маломерных судов, управления судном, непрошедшим техобслуживанием и другие. Также было зарегистрировано два происшествия. В результате одного из них погиб человек. Минтранс Россия утвердил бесплатный провоз 5 килограммов в ручной кладе на пассажира для невозвратных авиабилетов и расширил перечень вещей, которые можно бесплатно пронести на борт самолета. Так были добавлены женские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов, рюкзаки, лекарства и товары, купленные в Дьютифри, сообщает пресс-служба министерства. Телефоны, фотоаппараты и другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак. Еще одним важным изменением является отмином маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. В таком случае в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку. Наконец, с документом предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к багажным, так и к безбагажным тарифам. Ярко, наглядно и полезно. Сегодня по улицам города стал курсировать автобус с информационным баннером госуслуги. Новое деяние общественный транспорт получил в рамках акции по популяризации портала государственных и муниципальных услуг. Авторы акции призывают жителю округа регистрироваться на сайте госуслуг и получать необходимые услуги без очереди и не выходя из дома. Зарегистрироваться на портале можно самостоятельно или в социальных учреждениях, где для этого установлены компьютеры. Через личный кабинет на портале госуслуг можно получить более 50 государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Большинство из них относятся к социально направленным. Круглосуточно можно получить услугу без очередей техподдержки. В любой момент можно пожаловаться на оказание качества услуги прямо на портале. Популярные услуги у нас какие? Запись на ребенка в детский сад, запись на прием к врачу, сейчас стало популярно, получение разрешения на охоту ресурсы. На сегодня на портале госуслуг зарегистрированы более 22 тысяч человек. Это примерно 63% от общей численности населения региона. Согласно майскому указу президента об основных направлениях совершенствования системы государственного управления, к 2018 году этот показатель должен вырастить до 70%. Автобус с баннером госуслуги – еще один способ привлечь внимание населения к интернет-сервису. На Вашуткиных озерах продолжают орудовать черные рыболовы. Несколько браконьерских баз обнаружили в ходе очередного совместного рейда Центра природопользования и охраны окружающей среды, полицейских и рыбинспекции. Нелегальный промысел ведется в серьезных масштабах. Причем браконьерец здесь особо предприимчивые товарищи из соседней республики Коми. До местечка Сири-Ито около двух с половиной часов лету. Добраться сюда проще всего по воздуху. Эта точка – первая в маршрутном листе опергруппы. Еще с вертолета участники рейда замечают незаконные постройки. Первым делом осматриваем окрестности. Повсюду следы рыболовного промысла. В подсобных помещениях сети, тары для разделки и хранения, соль для пищевой обработки рыбы и упаковочные мешки. Браконьерское логово оборудовано хоть и не по последнему слову техники, но все необходимое для налаженной работы рыболовов здесь есть. Для нелегального промысла браконьеры даже обзавелись вот таким вот специальным болотоходом. По всей видимости, на нем они и перевозят свой улов. Кстати, черные рыболовы были здесь совсем недавно. Об этом можно судить по свежим следам от техники. После осмотра строений охотники за черными рыболовами делают вывод. Преступники покинули базу не больше суток назад. Видимо, узнали о проверке и поспешили скрыться. Даже орудия лова наспех спрятали в кустах. Это сетки. Все спрятано, готово. То есть, это все использовалось для вылова рыбы. Орудуют здесь в основном жители из республики Коми. От Вашуткиных озер до Воркуты всего 120 километров. До Ненецких хоревера и хоруты чуть больше – около 160. Разговоры о том, что на этих богатых рыбой водоемах можно легально добывать водные биоресурсы, ведутся уже не один год. Предлагали даже помощь в оформлении земли и выдаче лицензий. Да только местные жители не особо горят желанием заниматься законным рыболовством. Это главы должны включаться в эту работу. Мы уже сколько раз предлагали главам, пусть они соберут заявление, кто хочет. Мы поможем. Год назад об этом я говорил. Не знаю, обратки пока никакой от глав нет. Но вот это вот их в том числе работа. Вот по людям. Они говорят, у нас много безработных. Вот, пожалуйста, вот это работа. И доход. В 7 километрах от Сирии-То еще одно рыбное место, которое облюбовали жители Коми-Республики. Здесь масштабы добычи намного серьезнее. Улов вывозят вертолетами и вездеходами. Гусеницами последних тундра сильно изброждена. Повсюду следы от техники. Подлетев ближе, становится понятно. В избушке кто-то есть. Здесь сразу несколько строений. Миницех для обработки рыбы и мяса, а холодильники прямо в вездеходе, припаркованном возле домика. Отправляемся внутрь. За столом двое мужчин. Оба из Воркуты. Говорят, приехали сюда отдохнуть и заключить сделку с местными оленеводами. Мясо вы кого берете? У частника, как их поле и два Гриша их померили. А откуда они? С какого колхоза? Они с низкохоза, они частники. А, частники? А откуда? С Ненецкого округа? Да, с Ненецкого округа. И какие объемы вы берете у них? Ну, 20 деталей, они так берем. Вот бензин привезли. Они бензин, хлеба просят поесть. В ходе разговора выясняется, изба принадлежит некоему Чайкину из Воркуты. И на это строение якобы даже есть разрешительные документы. Мол, все здесь законно. Сотрудники охотнодзора спешат огорчить заезжих гостей. В реестрах этого дома нет. Вдобавок, после проведенных замеров выяснилось, изба находится в водоохранной зоне. Особо охраняемая зона является 50 метров от уреза воды. То есть у нас здесь сейчас незаконная постройка в водоохранной зоне на расстоянии 19 метров 70 сантиметров. Для постройки этих строений необходимо согласование для использования, скажем так, земельного участка и постройки здесь сооружений. Теперь на хозяина базы заведут административное производство и обяжут снести незаконные постройки. Местонахождение избы проверяющие отбили на картах в своих навигаторах. Ведь браконьерят здесь, по словам природоохранителей, круглый год. Эти места богаты ценными породами рыб – сегом, пелядью и хариусом. По подсчетам экологов, на Вашуткинской озерной системе можно без ущерба для природы ежегодно добывать 60-70 тонн сеговых. Этим пользуются браконьеры из республики Коми, в частности из близлежащей Воркуты. Рыбу вывозят в промышленных объемах. Вылов большой. Видите, сколько техники. Техника – это не потому, что здесь так удобно ездить, а потому, что это вывоз сетей, тары, рыбы и так далее. Видели, сколько соли. Это же все будут засаливать. Ну и возятся все в Коми-Республику. Следы от тракторов, от вездеходов мы видим. Богатые рыбы Вашуткины озера практически не контролируются федеральными природоохранными организациями, а у местных структур полномочий на это нет. Впрочем, в скором времени здесь появится охранный пост. Произойдет это, как только завершится процедура оформления биологического заказника Вашуткинский. Создание особо охраняемой природной территории позволит взять под контроль вылов рыбы в этих местах, а местные жители смогут законно заниматься традиционными промыслами. Алина Ваучейская, Сергей Катчиков, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. В Департаменте природных ресурсов и экологии АПК Ненецкого округа прошло заседание межведомственной группы по очистке береговой полосы и прибрежной акватории реки Печора от бесхозных и брошенных плавсредств. Участники заседания обсудили планы по очистке водоемов от металлолома в 2018 году и подвели итоги проделанной в нынешнем году работы. Так, из 94 выявленных ранее брошенных объектов утилизировано 35. Всего с начала организации в Ненецком округе работы по очистке берегов и акватории реки Печора от металлолома в рамках специальных рейдов сотрудники профильного департамента выявили 94 судна. После процедуры определения собственников окружная межведомственная группа разделила объекты на три категории. 33 плавательных средства имеют хозяев. В 19 случаях собственники не установлены. Еще 42 по конструктивным особенностям не подлежат восстановлению, считаются металлоломом. Из этого числа 35 объектов утилизировано. В том числе 8 судов убрали самостоятельно собственники, 5 активисты. Еще 22 объекта утилизировано в рамках государственной программы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов. Это плавсредства без собственников или металлолом на озере Качгард. В рамках госпрограммы в 2017 году на утилизацию судов было направлено полтора миллиона рублей. Работа по очистке берегов и реки продолжится в следующем году. В настоящее время в акватории Печоры, в районе Наринмара и поселка Искатели остается 26 судов с установленными владельцами, 10 с неустановленными и 23 объекта металлолома. Региональное отделение ОНФ реализует в Наринмаре проект «Равные возможности детям». В Нинецкой специальной школе-интернате активисты организовали театральный кружок. Детский дом приглашает потенциальных родителей на день открытых дверей. Он пройдет 21 октября с 15.30 до 17.00 часов. Мероприятие проходит ежегодно. Потенциальные родители могут посетить учреждения, познакомиться с детьми, проконсультироваться с педагогами, психологами и принять решение о приеме ребенка на воспитание в свою семью. Кроме потенциальных родителей, в мероприятии примут участие попечители, спонсоры, работники учреждений, с которыми сотрудничает Центр, представители Комитета опеки и попечительства Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Нинецкого округа. Специалист соцзащиты расскажет о социальной поддержке семей, взявших ребенка на воспитание в Нинецком округе. Завершится день открытых дверей концертом, который готовят воспитанники Центра. Также дети покажут свои навыки прикладного творчества на ярмарке поделок. В настоящее время в Центре содействия семейному устройству наш дом воспитывается 86 детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет. Из них 17 человек находятся в трудной жизненной ситуации. То есть органы опеки еще работают с родителями или кровными родственниками в цели улучшения условий жизни семьи, восстановления добрых отношений с детьми, остальные дети – сироты. Необычный подарок сделали округу жители региона. Своими руками они создали декоративные скульптуры из природных материалов. Поводом для необычного презента послужил Год экологии и Межрегиональный фестиваль Аргиш Надежды. Теперь животные арктических регионов, меховые олени, плетеные совы и водоплавающие соломы нашли новое место обитания. Окружная выставка «Эко Арктика» открылась в Зимнем саду Дворца культуры Арктика. В своих работах любители мастера из разных населенных пунктов использовали более 50 разновидностей природных материалов – от семечек до камней. По соседству в поле Дворца культуры Арктика посетители смогли увидеть еще одну выставку. Ее автор – сыктывкарский фотохудожник Владимир Данько. Фото-выставка «Каменный мост» была создана автором во время путешествий по Республике Коми, Ямал-Анинецкому автономному округу и нашему региону. Содействие в организации ее экспонирования в НАУ оказал постоянный партнер фестиваля – Финно-Угорский культурный центр Российской Федерации. Выставки можно посмотреть до 24 октября. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!